С дозволения Аллаха продолжаем также знакомиться с Всевышним Аллахом и скажем, что вначале был только Аллах и не было ничего кроме Него, ни земли, ни материи, ни пространства, ни времени, не было созданий вообще, был только Сам Создатель Всевышний Аллах. Аллах в Коране говорит, что Он первый и последний, высочайший и ближайший, и Он знает обо всем сущем. Эти качества, причисленные в Коране, они уже были присущи всегда Всевышнему Аллаху. Он первый и не было ничего до Него. Он сущный без начала и без сотворения, и без создания, и без рождения, существующий извечно всегда Всевышний Аллах. Он сказал о Самом Себе так, скажи, Он Аллах единственный, Он Вседержитель самодостаточный, Он никого не рождал и Сам не был рожден, и нет никого равного Ему. Он один, последний, бесконечный, сущий без завершения, без смерти и без конца. Он останется, когда исчезнет все остальное, все прочее, и будет жить, когда все другие умрут. Аллах сказал, все на земле смертны, вечен только ли Господа Твоего, великий и почетный. Всевышний Аллах существует вечно, живой, владеет смертью, а смерть не овладевает им никогда. И уповай на живого, который не умирает, и прославляй хвалой. Он, Всевышний Аллах, властен над всем, и ничто не властен над ним. Он творец пространства и времени, Он властвует над ними, как пожелает, а Он Сам не под властью никому и ничему. Аллах был до того, как появилось что-то. И из этого мы понимаем, что вот эта жизнь первична, потому что говорят, что материя первична. Нет, мы говорим, мусульмане говорим, что жизнь первична, потому что Аллах живой. И сообщается со слов Абу Хурайр, что посланник Аллах, алейсалям, сказал, Люди будут друг другу задавать вопросы до тех пор, пока кто-то не скажет, это сотворил Аллах, это сотворил Аллах, а кто же сотворил Аллаха? И когда тот, кто почувствует что-то в себе, вот это нелатное, то пусть скажет, ааман ту биллях, я уверен в Аллаха, и это сомнение отойдет из него. Или скажет, ауду биллях имена шейтану рожим, ааман ту биллях. Потому что это бессмысленные разговоры, бессмысленные траты времени, это сомнения, которые шейтан хочет бросить в сердца людей, чтобы в попытках отвести его от имена и внушить человеку сомнения о Всевышнем Аллахе. Мы говорим, что Творец есть у всего сотворенного. Аллах не сотворенный, Аллах сам Творец. И это правило, что у всего должен быть Творец, действует только в сотворенном мире. Аллах сам Творец, он не сотворенный. Он был до того, как появилось Творение, и Аллах не подчиняется никаким причинно-следственным связям, потому что он сам Творец этих связей. Аллах Творец времени, потому что сам существовал до появления времени. Времени не было раньше. Сейчас у нас есть 24 часа в сутки, год, месяц, неделя, рождается, умирает, время года, вот это все, планеты движутся и так далее. У каждого есть все время, у Аллаха нет времени. То есть Аллах не подчиняется этим временам. Все, наоборот, подчиняется Всевышнему Аллаху. Аллах не является частью этого Творения, так как он сам Творец. Поэтому люди, которые утверждают, что Аллах везде, что Аллах повсюду, мы говорим, нет, Аллах находится не повсюду, Аллах Творец. А Творение Его отдельно от Него находится, потому что Творение – это не Творец. Абсолютного небытия, как говорят, не было, ибо Аллах был всегда, существовал всегда. Это значит, что Создатель был первым, и Он сотворил все, что вокруг. Все, что есть в Вселенной, всякие атомы, не атомы, звезды и так далее, ее само сотворил пространство, материю, время, тела, души, все-все-все сотворил Всевышний Аллах. Сообщается, что жители Йемена спросили пророка Алиса Ассам о начале всего. И посланник Аллаха Алиса Ассам ответил. «Был Аллах, и не было ничего до Него, а трон Его был над водой. А затем Он сотворил небеса и землю, и написал, храним и скажем, жаль, обо всем сущим. Никто не видел Аллаха, и никто не знал о Нем. Его не было, ибо не было никого, кроме Его единственного». Очень важно понять, что качество Аллаха – это не Творение Аллаха. Они были уже, таким Он был всегда. Эти качества, которыми Он обладает сейчас, Он обладал и тогда. Когда Он был возвышенным, когда не было еще Творения, над которыми возвышался бы Всевышний Аллах. Он был уже Творцом Создателем, пока еще что-то сотворил до сотворения мира. Он был всемилостивым, добрым, любящим до того, как были созданы те, кому Он проявлял милость и кого возлюбил бы. Он уже таким был. Он был щедрейшим до того, как явил свою милость, свою щедрость. Он был славным до того, как кто-либо узнал о Его славе и прославлял Его. Лик Его был величественным, почетным и красивым, несмотря на то, что никто Его не видел. И Он был таким до того, как были созданы те, кто мог постичь красоту. Он был оживляющим и уменьшляющим до того, как сотворил жизнь и смерть. Он был всевидящим, наблюдающим, и глаза Его не покрывал ни дремота, ни сон. Он видел все до того, как что-то появилось. Он был вседарующим, кормильцем до того, как наделил своих рабов богатым уделом. Он был могущим, сильным до того, как было сотворено тяжелое, мягкое, легкое, слабое и так далее. Он был суровым в наказание до того, как кто-либо заслужил это наказание и до того, как был сотворен ад. Он был прощающим и принимающим поконяние до того, как согрешат грешники и до того, как покаялись раскающиеся. Он был долготерпеливым, сдержанным до того, как враги стали ругать Его и перечить Его велением. Он был величайшим и величественным всегда. Нет божества, кроме Него, и никого не заслужит поклонение, кроме Него. Потому что единственный Он, Всевышний Аллах, Господь Миров, Владыка Всего Сущего и такова истина вечная и неизменная.